Итак, третья часть нашего урока, в котором я покажу, как создавать приборы, например, парные или по три прибора и так далее, чтобы они двигались вместе. Это очень удобно, когда у вас идут приборы, например, в одну линию, то есть приборы идут в линию и вам их нужно расставить. То есть я могу это показать таким образом, знаете, я даже быстренько пропатчу приборы и вы увидите, как это работает. Итак, значит, я просто, так как я использую стан 1, я просто перегрузил, сделал новый шоу-файл, в котором я сделал 12 приборов, где я хотел бы показать вам как раз этот эффект, где вы назначаете попарные и так далее. Здесь будет более явно видно. Итак, значит, если выберем, опять же, эту группу наших приборов, нажимаем Locate, поднимем, скажем, по tilt-у и, скажем, если я им дам обычный эффект Pan Swing, опять, то есть они будут идти, даже нет, пусть будет Circle. Я дам Shapes Effect, генератор эффектов создать, пусть будет Circle. Вот, то есть приборы двигаются по кругу. Вот, и что мне хотелось бы сделать? Я хотел вам сказать, чтобы приборы двигались попарно. То есть не так, что каждый сам за себя, потому что, вот вы можете увидеть, если я поменяю Spread, то есть каждый сам за себя двигается. Вот, а здесь я сделаю по-другому. Для того, чтобы сделать их, назначить по группу, то есть попарно, по три, по четыре, по прибору и так далее, вы заходите для этого в Edit, нажимаете для этого в Fixture Order. Вот, и для этого сразу у вас открывается окно Fixers, то есть приборы, в котором покажет, что пульт считает, что каждый прибор идет вот так вот по отдельности. То есть он идет первый, второй, третий, четвертый и так далее. То есть каждый прибор идет отдельным шагом. Что мы можем сделать? Мы можем сказать, нет, мы хотим их объединить вместе. Это в отдельном уроке я покажу, как работать с, называется, Fixer Overlap, Fixer Order и так далее, то есть порядок приборов. Но в этот раз просто я сейчас вам покажу. То есть пульт считает, что у вас 12 приборов, поэтому они будут работать каждый по отдельности. А я говорю, нет, я хочу, чтобы первый и второй прибор работали вместе. Потом, говорю, следующий шаг. Второй, третий и четвертый работали вместе, как второй прибор. То есть каждый шаг, в каждом шагу я сделаю их объединю по парну. Итак, теперь я сказал пульту, что у меня все приборы делятся на 6 групп, по 2 прибора каждый. И теперь, если я поменяю спред, вы видите, что они теперь у вас работают по 2 прибора. Поменяю больше, по 3. И теперь поменяю больше. И так вы можете видеть, что через каждые 4 прибора пульт будет запускать по парну. Таким образом, если у вас идет в ряд большое количество приборов, вы можете делать довольно-таки интересные эффекты, о которых, например, раньше вы не могли создать так просто. Поэтому, опять же, показываю выбранную группу. Заходите потом до того, как вы начнете ставить разброс, чтобы вам было понятно. До того, как начнете ставить разброс. Давайте я сейчас уберу вот этот эффект, например. Я скажу создать эффект, например, punch wing. То есть они вот так слева направо. Потом заходите edit, fixture order. Опять, видите, вот приборы покажутся. Выбирайте первый, второй прибор, как шаг номер 1, шаг номер 2, шаг номер 3, шаг номер 4, шаг номер 5, шаг номер 6. Опять же, вы можете спросить, а что, она сбросилась, что ли? Да, она сбросилась, но есть вариант сделать так, чтобы у вас такие настройки были по умолчанию, шли для группы. Опять же, это в отдельном уроке будет показано. Вот, на данный момент, вот сейчас я покажу, опять же, разброс. Видите? Опять же, интересно получается, что у вас каждая группа по два прибора. Можете по три делать, по четыре, это не имеет значения. Вот, я просто хотел вам показать принцип работы этого эффекта. Вот, надеюсь, вам понравилось. А следующая часть урока будет именно посвящена тем, у которых версия 10, потому что там будут функции, которые даются только в следующей версии. Спасибо большое. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok